Всем привет дорогие друзья! Вероятно многие из вас слышали, что в Крыму собираются строить два новых водохранилища. Одно водохранилище для Симферополя, а второе водохранилище для Алушты, соответственно объемами 15 и 8 миллионов кубических метров воды. И вот один из моих зрителей, зовут его Сергей, написал мне в личку, что еще давным-давно в советские времена начинали под Алуштой строить водохранилище. Это чисто советский проект это был, ну как известно когда Советский Союз развалился и все закончилось. Приблизительные координаты, где начиналась эта стройка, Сергей мне дал. И вот я собрался и мы с вами поехали посмотреть, где же все-таки будет это водохранилище. Большое спасибо Сергею. Ну а мы с вами двигаемся. Находимся мы где-то между селом Генеральское и Солнечногорское, где-то посередине. И идем по дороге, которую кстати еще в советские времена успели нарезать. И вот со слов Сергея он даже видел тогда еще будучи ребенком, пацаном, как здесь двигались большие белазы, кряхтя и подымая в гору кубы грунта. И здесь вот видите остались еще от тех строек, действительно остались вот всякие гидротехнические сооружения. Данное вот под дорогой, которую они построили, лежит железобетонная труба диаметром 1000 миллиметров. И сверху установлен лоток в нее, чтобы когда паводки не размывало дорогу, собирали вот в одно место и вода уходила. А сейчас это выглядит так. Посмотрите, какие размывы здесь идут. И вот она, эта дорога, кстати, по которой в свое время ходили белазы, начиная строить плотину. В самом низу здесь вот видите ущелье, там протекает река Улуузень. Я показывал вам ролик с водопада Джурджур. Именно вот водопад Джурджур и река Улуузень это одно целое. Единственное, что Улуузень и Джурджур никогда не пересыхают. Даже в самые сухие времена водопад всегда с водой. И было бы глупо эту воду полностью отпускать в Черное море. Впадает вот эта река в районе Солнечногорского в Черное море. Посмотрите, вот здесь была дорога. Осталась она. Посмотрите, слева какие размывы здесь, конечно, не проедешь. Машину я вот оставил. На карте я показал, где я оставил машину. Побрызгался средством от клещей. Взял фотоаппарат, коптер и вперед покорять неизведанные вершины. А в данном случае наоборот. Спуститься по этой дороге вниз в каньон, где протекает река. Как известно, река прямо в самом низу. Вот видите, какие здесь ущелья. И вот это ущелье все предполагается затопить, построив плотину. Естественно, там уже даже вот в некоторых местах были произведены подготовительные работы. Вот специально обращаю внимание, какие здесь грунты. Грунты здесь скалистые. Поэтому самое удобное здесь строить водохранилище. Фильтрация воды будет незначительная. И вся вода будет практически собираться вот в этом ущелье. Вот она находится. Да, сейчас здесь все заросло лесом. Хотя вот в некоторых местах, когда я вниз спустился, видно, что подготавливали уже в некоторых местах поляны. Сейчас в некоторых местах растет виноградник. И вот мы идем с вами вот здесь, именно по этой дороге, которую специально построили для строительства плотины. Ну, будем говорить, для строительства водохранилища. Единственное, что успели сделать вот эту дорогу. Ну и какие-то гидротехнические сооружения там построить. А какие мы посмотрим, если досмотрим до конца и найдем ли их мы вообще. Вот они, эти размывы. Обратите внимание, какие размывы здесь, когда вот паводки идут. Вот в ту сторону, видите, в горах, там где-то водопад Джур-Джур. И вот хорошо видно, идет прямо внизу ущелья дорога. Вот туда мы с вами и отправимся. Сначала пешочком, ну а потом, чтобы оценить весь масштаб будущего строительства, если оно, конечно, будет с коптера. 8 миллионов кубов планируется здесь сделать водохранилище. Проект, как я уже сказал, был разработан еще в советские времена. И начинали уже строить это водохранилище для Алушты. Как известно, Алушту сейчас питают два водохранилища. Это Изобильнинская, 13 миллионов кубов. И Кутузовская, 1,1 миллиона кубов. Но, к сожалению, вот Изобильнинская наполняется только с южных склонов гор. В этом году ситуация не очень хорошая там. Их где-то приблизительно наполнилось в половину от предыдущего года. Объема предыдущего года. А в прошлом году в это время было заполнено Изобильнинское водохранилище на 60%. Ну, следовательно, если половина, то порядка 30%. Ну, сейчас, да, начинают предпринимать для Изобильнинского, извиняюсь, для Алушты какие-то меры. И вот, как я уже говорил в предыдущем видео, собираются соединить Портенит и Гурзуф водоводом длиной 6,5 километров. То есть Ялта поможет Алуште с водой. Ну, а мы, наконец-то, с вами спустились в самое дно ущелья. И вот здесь мы видим, протекает река Улу-Узень. В предыдущих роликах я вам показал водопад Джур-Джур и рядом с ним водозабор, который забирает воду для близлежащих сел. И то вот после забора воды, видите, достаточно такая вот речка. Ну, можно назвать его ручей, но хотя на картах в Крыму это река. И вот если эту реку подпереть плотиной, именно в этом ущелье, то потихоньку уровень воды здесь подымется. И вот по проектным расчетам 8 миллионов кубов должно быть здесь. Сейчас здесь вот посмотрите, какая бурная растительность. Иду я все-таки в надежде отыскать какие-то следы былого строительства. Вот только дорога. Вот осталось от дороги, конечно, ее подразмыло, но следы видно. И вот прям в одном месте был срыт, половина горы была срыта, чтобы пробить в ней дорогу. А сейчас вот мы периодически с вами пересекаем. Дорога внизу ущелья петляет, и мы периодически пересекаем речку Улу-Узень. В нескольких местах ее пересек, достаточно долго я там ходил. Вот по ущелью километра три прошел. И вот она здесь уже в другом месте река течет. Хорошо, после жары в тенечке, чистейшая водичка. Двигаемся дальше. С левой стороны и с правой стороны довольно-таки такие отвесные стены. Вот идеальное место для строительства водохранилища. Просто лучше не найти, тем более протекает здесь река. И если его построят, то, конечно, это очень и очень хорошее подспорье будет в долгосрочной перспективе для Алушты и близлежащих сел. Вот, обратите внимание, посмотрите, какая здесь поляна. Явно видно, что здесь уже в свое время готовили площадку. Вот небольшой подлесок здесь. И только вот на склонах гор вот растут деревья. Ну и то они здесь не очень большие вот на склонах. Это говорит о том, что еще раз повторю, что готовили это место под затопление. Ну, идем дальше, смотрим с вами. 8 миллионов, конечно, это довольно-таки приличный объем. Вот если я уже сказал, изобильнинская 13 миллионов, а это 8. Две трети от изобильнинского. Учесть, что это водохранилище будет наполняться из реки, не так, как изобильнинская со склона в гор. А разговаривал я в Генеральском с местными жителями, и они подтвердили мне, что да, начинали строить. У одной девушки даже мама работала в столовой и кормила строителей в свое время, которые вот начинали строить это водохранилище. Но потом все это, как известно, остановилось, заросло. Ну, и вот вернулись сейчас, вернулись к этому проекту. Идут технико-экономические изыскания, обоснования. Ну, я думаю, все-таки, что рано или поздно, лучше рано, это водохранилище начну строить. Вот признаки цивилизации здесь есть. Обратите внимание, проходит линия ЛЭП здесь. Ну, не знаю, рабочая она или нет, линия электропередач. И стоит ТП, подстанция. Ну, вот я посмотрел внимательно, сама подстанция послушал даже, трансформаторы там не гудят. И вот сверху поглядел, не подключена эта подстанция. Видимо, только одно здание построили. Да и вот здесь вот, видите, заброшенные два зданица такие. Когда-то здесь даже были обнесены забором. Вот, я думаю, местные жители, которые, если будут смотреть этот ролик, отзовитесь в комментариях и напишите, если есть какие-то у вас сведения. С посохом в поисках водицы. Идем искать плотину, где будет новое водохранилище для... А вот и плотина искомая. Специально кто-то перегораживал, видите, три порога. Вот еще раз мы пересекаем с вами речку Луузень. И выходим мы чуть выше. И вот здесь поляна, где раскинулись виноградники. Ну, я вот не знаю, вот здесь будет ли затопление. Ну, судя по тому, что такое узкое ущелье, узкое и протяженное, я думаю, что и здесь будет вода. Но это не точно, потому что я не видел проекта, как оно будет. Вот сверху, когда мы коптер поднимем, будет видно и понятно, как идет это ущелье. Ну, а пока суть до дела, выращивают виноград, тем более рядом водичка. Периодически можно даже поливать. И вот такая виноградная лоза здесь. И обратите внимание, слева и справа горы. Еще раз повторю, мы находимся прямо внизу на дне этого ущелья. Природа, конечно, здесь великолепные птички поют. Воздух такой чистейший. Ну, а теперь вот, дорогие друзья, давайте посмотрим сверху на все это великолепие. Где же все-таки будет находиться водохранилище? Явных признаков я не нашел. Вот только ТП под станцию и вот линия электропередач пересекает ущелье. И больше никаких инженерных сооружений. А вот еще трубу под дорогой и лоток сверху, чтобы вода стекала. Как раз вот в ущелье тоже все в дело будет идти. Ну, естественно, вот с левой стороны, видите, и дорога. Местные жители периодически ездят сюда за грибами. Насколько возможно доедут. Ну, а там уже пешочком. Даже вот вниз спускаться, если можно было на оазиках проехать. Ну, вот сейчас там практически тоже. Вот с этой стороны, по этой дороге, которую строили строители, трудновато будет. Потому что размыло хорошо дороги. И вот вид сверху, вот она эта ТП-шка, это здание мы видим с вами. И хорошо здесь видно, дорогие друзья, как обустройство места для строительства водохранилища. Вроде быстро с копьера, да. А вот шел я очень долго. Вот они, виноградные поля, плантации здесь. И вот четко видно по виноградным плантациям. Но я думаю, может быть, до сюда и не дойдет. Будет раньше плотина. Хотя вот идеальное место в самом узком месте построить плотину. И будет вот Изобильнинское водохранилище. По красоте у меня на первом месте стоит. Практически все водохранилища я объездил. Если здесь построят водохранилище, то тоже будет красота. Вот с левой стороны мы видим как раз дорогу. Генеральская, Солнечногорск, Солнечногорская. И впереди вот вдалеке Солнечногорское и Черное море. Внизу здесь вот с правой стороны от виноградников в лесочке протекает река Улузень. Собственно, воды которой и собираются здесь брать. Вот мы сейчас отлетаем с вами назад. И видим как раз вот это ущелье. Очень хорошее место для хранения воды. Вот слева два водоемчика. Вот один сейчас попал нам в кадр. И там дальше другой. И дорога вот уходит генеральская. Вот он другой, второй. Такие красивые, великолепные места здесь. Вот опять же мы видим этот домик. Технологическую подстанцию. И вот здесь особенно хорошо видно русло реки, как идет, разрезает зелень. Вот именно здесь и протекает река Улузень. Ну, я так думаю, вот дорога. Видите, с левой стороны дорога уходит вниз, по которой я шел. Вот ближе к ущелью. Вот она. Именно вот ее и нарезали. Ее раньше не было, ее нарезали в советские времена. И вот об этой дороге рассказывал мне Сергей, по которой ходили белазы, кряхтя, подымаясь вверх. Именно, значит, вот в этом месте где-то и должна быть плотина, строиться, вернее, плотина. Но будем ждать, как все решится. Обязательно мы с вами это посмотрим. Ну, вот такой, дорогие друзья, ролик эксклюзивный. Еще никто не видел предполагаемое место. А то, что на 98% именно здесь это будет. Вот такой эксклюзив вы увидели первыми, кто досмотрел это все до конца. Ну, а я на этом буду заканчивать. Спасибо, что поддерживаете канал. Спасибо, что подписываетесь, комментируете. И большая просьба, кто что-то знает о строительстве этого сооружения в советские времена, напишите в комментариях что-нибудь. Всего вам хорошего и до свидания.